всем привет ребятушки с вами и горплей и мы с вами продолжаем играть в эту офигенную игру rise of empire во первых добро пожаловать и новым подписчикам спасибо что подписываетесь поддерживайте канал спасибо за ваши комментарии и у нас новый видос я извини что так редко начала и снимать видео ребят просто у меня тут и много работы и есть и завтра как и завтра нас отпускают домой так что вот завтра без проблем смогу уже снимать завтра кстати начинается опять и event event риск один тут 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 секундочку проверим резняние а это тут не причем этот event тут не причем завтра короче ну весь наш сектор собирается уничтожить и все аккаунты но все базы которые у них нет у этого флага но который у меня вот видите у всех ставил этот флаг чтобы мы знали какие игроки активны в игре который не меняли флаг то значит они не активны поэтому мы будем бить их и убрать с альянса вот ведь он тоже не активен если он не поменял хотя у него подписка стоит кстати спасибо за комментарии я извиняюсь и не запоминаю все эти имена просто я делаю записи после работы после работы и только вечером и вечером я уже устал и не запоминаю все имена которые комментируют и спасибо вам огромное за помощь мне сказал короче встречи мое видео я начну тут и все которые пишут комментарии и напишу имена на бумаге запомни и когда сделаю видео то скажу вашего имя имя и короче мне сказать что то что я сказал там в прошлом видео что если я стану грабителем то у меня откроется новые 5 легион и мне там сказал один друг что но вы для меня все друзья и один один из наших написал там что нихуя не получишь короче это тебе дает и на профессиональные легионы этот бонус навык по чтобы я смог только с профессиональным легионам грабить золото и я это не знал кстати потому что я раньше но когда начал играть в эту игру я грабил и как-то я забрал там ресурсы но я вспомнил после этого комментария который там написано в прошлом видео что один раз я напал на кого-то был грабителем напал и золото не не забрал поэтому я перешел за фермера типа я думаю что фермер получает и бонус золото и вот поэтому я стал фермером и так кстати к нам присоединился новый подписчик из сектора 77 что-то я сначала считал что ты из сектора 177 потому что с ними у нас война типа была в этой неделе в прошлой неделе типа соревнования такая они пришли к нам в секторе телепортировались напали на наших мы телепортировались и к ним и напали на ихнюю и потом я заметил подожди он же написал там 77 ну добро пожаловать и продолжаем выживать я пока что улучшивать ничего не буду я уже по дороге открывать и 21 уровень в смысле по дороге были мне еще чуть-чуть осталось так ты через пять часов нет не это не надо мне прямо сейчас надо пополнить припасы потому что скоро спать пойдем и завтра пока я дома при этом вы знаете после службы в армии приезжаешь домой то ты сразу за за что забираешься все берешь и ты берешь первую очередь пивасик конечно пивасик а то это жара блин у нас сегодня вообще-то 42 градуса было я хуя еще бронированную машину грузовик такой бронированный водил и короче у меня сломался мозгом бронированные машины ты не можешь открыть и окно ну есть такие машины не знаю может быть есть такие машины которые ты можешь открыть окно окно но мой грузовик лично я не смог открыть вот я чуть не сдох блин от жары так что завтра завтра где-то вечером сделаю еще видео завтра я не буду присоединяться к этой к этому и венту типа который сам сектор создает чтобы бить этих которые не активны и потому что я опять буду терять и боевую мощь мне уже пора подняться с боевой мощь потому что смотрите ребятушки я уже могу все три легионов все три в смысле все три легионов все три навыки солдатах я уже могу до 7 уровень открыть прокачать это самые новые то лучники вот я уже таким могу купить себе вот только с ними только закончу вот пешеный что-то пешеный просто дофига у меня лучников вы только посмотрите сколько лучников у меня более это у меня возьмем где-то месяц пока седьмой уровень и лучников ставлю тут это все вместе что ли 85000 20 30 допустим 40 чем-то до 60 чем-то допустим 70 70 80 а нет нет это вся моя армия показана понятно короче у меня всего 85 и лучников 85 тысяч лучников почти 70 тысяч и шаху и крестоносцев и гусары 62 тысяч понял принял дальше технология ну я пока чего уже хочу прокачивать до 100 профессиональный легион потому что как я вам сказал в следующем месяц ну как зарплату получу уже возможность будет покупать тут в игре в игре закупиться я конечно не трачу много в этой игре уже но только когда начал тратил немножко там и потом следом нахуй это надо че и можно и потерпеть пару недель и тоже самое получится как будто ты донатишь типа донатить в играх это хороший хороший ускорение для тебя тебя тебе интереснее потому что ты прокачиваешься быстрее чем других и потом ты сильнее чем них но не забывай ты не будешь сильным много времени но навсегда типа много времени это больше сильным но навсегда ты не будешь так что такие пирожки у нас так давай братан давай давай я все это сейчас до 100 поставлю у меня моя армия чутом потому что их надо опять и на ночь отправить там копать мне надо 30 38 миллионов древесин у меня сейчас т т т т т т т т 14 21 21 миллион да в смысле 21 т 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 Какой новичок нам сегодня присоединится? Захватчик. Первый. Второй. Захватчик три. Привет, малыш, как дела? Восьмой уровень уже, но я с ним мало работаю. Я сначала хочу поднять вот эти два фермера, топовые фермеры типа мои, которые будут до шестнадцатого уровня. Потом я их за грабителя переменяю, поставлю. Либо напишите там в комментарии лучше, кем мне ставить их торговцами, либо грабителями, потому что я хочу там фармить и потом с моим основным аккаунтом вот этим напасть на них и забрать все ресурсы. Потому что если они грабители, то я точно смогу забрать все ресурсы, только вот доход у них будет хуёвый. Типа пока они там накопятся, пополнятся ресурсы, это возьмет и времени. Либо торговцам. А если я ставлю его торговцам, то у него, у торговца есть и охраняемый склад с золотом. И я не смогу грабить у него золото. Мне золото понадобится много. Так что напишите там, кем лучше, ставить оба грабителями, либо торговцами. Чтобы потом, вот как я стану грабителем, чтобы напасть на них и забрал и золото, и это, и это. Либо я могу ставить их торговцами, не забрать золото, только ресурсы. Других пиздите так, чтобы забрать золото. Ну, короче, вы давно играете в этой игре, это точно. И надеюсь на вас, напишите там, как лучше. Четыре часа, пять часов, четырнадцать, четырнадцать это хорошо, пять часов это плохо, четыре тоже плохо, семь часов это тоже плохо. Не миллионы, миллионы, дядю дайте. Спецназ, спецназ, пацаны идет. Тум-тум. Завтра, ребята, я постараюсь стримить на Твиче. Можете даже прямо сейчас подписываться на Твиче. И если не получится, то я извиняюсь. У меня интернет такой, но он хороший. Ну, там и обновления, и программа, и якобы, как вам сказал, что я не программист. Я не понимаю, что там надо, что не то. Ну, битрейт то это, то это снижает. Ну, то, что я умею, то, что я в Ютубе там нашел, как научился. Я только через Ютубе научился стримить. И у меня, короче, там еще, я поменял интернет, улучшивал его. И мне заблокировали, ну, опасные сервера, короче. Ну, интернет, который считается, что он угроза для компьютера, либо игры. Например, World of Tanks, они заблокировали его фидорасы. Потому что считают, что это опасный для компьютера. Но это другие, я знаю, что многие из вас скажут. Скажут, что да, это опасная игра. Но я там, как, я там купил себе как раз новый танк, блин. Даже премиум танк. Даже не пробовал его. Как мне поменяли интернет, и даже один бой не смог играть на нем. Я только присоединяюсь в игре, и мне сразу кикают. Говорят, что вас выгнали из-за того, что игра что-то считается небезопасной. Но я там звонил в интернете, в компании, где я нахожусь. И сказал, что я хочу отменить эту фигню, которую вы мне заблокировали. И начали там, короче, дать мне миллионы там номеров. Я им сказал, бля, я один раз бомбану, и я откажусь от вашего интернета. Не-не-не, надо, вы держите номер этого. Дают номер, а этот не отвечает вообще. Я звоню назад, слушайте, он не отвечает. Говорит, а ты подожди еще. Прикинь, какие они уроды, блин. Ей отцу там сказали, слушай, делай что-то там, либо поменяй интернет. Но я постараюсь, ребят, завтра, если не получится там стримить. Но я постараюсь там, не знаю, какую-то другую игру там постримить. Главное, чтобы с вами общаться, так через компьютер я имею в виду, а не через игры. А если через компьютер не получится, то в следующей неделе я вам уже сделаю специальное видео, где-то на 2-3 минуты. И сообщу, что сегодня вечером будет стрим про эту игру, Рассел Фэмпири. Будет прямой эфир. Хотя я еще не знаю, как это работает. Вряд ли он мне отдаст твич. Потому что я использую программу Омегли. Омегла, Омегли. Как ее там, блин. И... Я знаю, если вы знаете эту программу, то... Пока что можете скачивать ее, если хотите видеть прямой эфир со мной. И... Если у меня все сработает, даже через телефон, стримить эту игру, то это хорошо. Хули я тут кручусь, бля. Вот такое. Я сейчас... Я люблю, когда разговариваю с вами, то я люблю крутить. Смотрю, кто на этот дом, блин. Тот, как этот долбоек там что-то копает, блин. Где мои рыцари? Эй. Вперед, блядь. Опа, упал нахуй. Опа, пацан, тут бежи, бежи. Давай, давай, че? Ну, 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 ну. Давай, растет, растет, растет капуста. Мой динозавр живой, да? Тор. Тридцать третий уровень. Ну-ка, 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 че он хотел сделать? Давай, заводи, заводи, заводи. О, бля, давай. Че, скажи привет подписчикам. О, сука. О, извиняюсь за мат. Какой он блатной. Мне интересно, когда он прокачивается еще, на каком уровне. Он подменялся на десятый уровень или двадцать, двадцатый. Потом он поднялся в новый уровень на тридцатый. Либо на двадцатый он только поднялся и пока что не прокачивал. Ты куда улетел, блядь, а? И разворот. Кстати, разработчики, делайте че-то. Ну, я не знаю, если разработчики проверяют ютуб, там люди, которые снимают эту игру. И если на русском вы понимаете чуть-чуть, да? Мою твою понимать. То вот видите вот эта хуйня, которая, динозавр летает. Вот если бы вы исправили бы это, чтобы весь дракон было видно на повороте, на правом повороте. Это офигенно. Не полы дракона там, а хвост куда-то улетел. Так, спецназовцы, БДВшники, все ко мне пришли. Вернулись домой. Так. Тут надеть ничего не могу. Тут тоже. Тут тоже. Ну что ж, отправляем опять на работу. Потому что у меня тут на базе просто так не стоять, блин. Так, миллион, миллион, миллион. А сколько? Не понял. Какой? Слышали это? Да, это баг. Миллион четыреста. Миллион четыреста. Там маловато для восьмого уровня. У меня древесина. Древесину, дядя. У меня уже 17 ляма, пацаны. 17. А было 14. Помните, да? О, подарочки, подарочки. Дядя любит подарочки. А сюда, пять минут, уже хорошо. ТТ, седьмой уровень, я думаю, подходит для... Один миллион. Вот для него подходит. ТТ, что еще? Теперь девятый есть у вас, что-то миллион сто, хуйня. Восьмой, миллион сто, тоже фигня. Дайте мне два ляма. Миллион шестьсот. Девятый, девятый уровень. Миллион двести. Седьмой. Ты кто? Два ляма. Вот это хорош. Все, теперь все заняты. Быстрый сбой работает? Работает. Кстати, если завтра я не участвую в этом турнире, я делаю вот так, вот так, на три дня. У меня один подписчик написал, там, бери щит на три дня, чтобы фармить себе так спокойно и прокачиваться. Я именно так и делаю. Кстати, из-за того, что я купил себе эту фигню, как где она находится, сейчас покажу. Вот эту имперская подставка. Поставки. Имперские подставки. Короче, взял я номер два, вот это. За 30 дней я получаю 50 тысяч золота, алмазов. И вот я поднимаюсь потихоньку. У меня уже 14 тысяч. В прошлом видео я вам сказал, что теперь я буду копить себе эти алмазы, чтобы прокачивать 21 уровень. Из-за того, что я не хочу поднять и тратить столько древесин, блин, и времени, чтобы поднять 500 тысяч этого мармура. Как его, блин? Мрамамора. Камни ебаные, короче. Поднять их. Я не хочу столько времени тратить. Поэтому, вот сколько я могу нести еще раз. 37 с половиной. Там надо 38, чтобы прокачивать 21 уровень, да? 38. Так что я нажму вот так. И то, что мармур не будет хватать мне, как камни эти, каменолония, не будет хватать, я за алмазов потрачу. Но я думаю, что это все у меня возьмет... Ну, я думаю, около 1500-2000 алмазов захотят забрать у меня. Из-за того, что я не прокачиваю здание и не могу нести столько ресурсов. Теперь зону-то. Фух. 17 миллионов, а у меня 6, 4, 5 миллионов, 100, да? В смысле 5 миллионов? 5 миллионов... Блядь, 5 миллионов. 10 миллионов, 200 тысяч. 10 миллионов. Мне еще 7 миллионов. 7 миллионов надо еще накопить. Ребятушки. И... Потом железо. Во. У меня осталось только прокачивать здание железа. Это железо, это смерть. Это голова болит от него. Еще один день. Я смогу уже нести сколько. 19 с половиной, прикиньте. Блядь, а мне надо 28. Я все это закончу где-то через месяц. Да ну нахуй. Это много. 28 миллионов. Как я фармить железо без проблем могу. У меня уже навыки, все что надо. Я быстро могу нафармить сам себя, саму, сами ресурсы, да? Но вот поднять здание там много времени, блин, берет. Но пусть разработчики, блин, поднимут чуть-чуть. Но хоть последний уровень этого железа. Он у меня сейчас 8, да? Да, 8 следующий. Вот, который я сейчас прокачиваю. Он будет 9. И все равно мне дают 2 миллиона железа. Бля, ну это уже второе здание железа. Дайте там хоть по 4 миллиона. Ну, хоть последний уровень, который подниму. 10. Ну, чтобы дали там по 4 миллиона. Вот это бы помогло очень. А так каждый уровень там ждешь где-то неделю, чтобы прокачивался уровень. И в конце получаешь 2 миллиона еще. Это мало. Все. Это фул, это фул. Ну что ж, ребятушки. На работу, что ты думал? Будешь отдыхать на базе? Давай, вали, вали, вали. Бери коляску. Ну-ка, Вася, ты где? Опа. Вот он. Ламбурджини, блин, взял. Ооо, через текстуру он еще пошел. Ой, бля. Мы идем под тонком леду. Бля, долбоек, ты идешь под текстурой. Армя, солдаты, строжай. Блин, пацаны, вы куда идете? Ну, жаль, что ты не можешь с ними что-то делать, да? Ага. Вот такие пирожки. Вот он, товарищ, тут работает, копает, копает. Что ты там ломаешь? А он чинит церковь, да? Чё это? Священный лес. И пошёл. Ты смотри, чтобы тебя дракон не нашёл там. А куда он пошёл? Ну-ка, посередим за ним. А в другом по бабам идёт сейчас. А, нет, тормозул. Бля, чё написал? Чё написал? Я не дочитал. Военный чё-то... Военный ник. Отзывать отчёт исследования. Кстати, ребят. Вы не написали насчёт ВИП-очки. Либо вы написали, я забыл. Я вас спросил, если... Хотя, не-не. Я тут спросил пацанов. Ну, в игре спросил, как мне набрать столько очков ВИП. Они сказали только за реальные деньги. Ну, блин, если делишки такие, то это пиздец. Потому что, блин, 35 шекелей почти за 1250. А мне придётся купить где-то 7 раз. 7 раз. Это у меня выйдет, блин, по армейскую зарплату пиздец. Много. Это 2 пешки. 10 тысяч сразу мне даёт. 20 тысяч алмазов. И смотри, сколько стоит это всё. 350 шекелей. Это много, ребята. Это пиздец много. Ну, для меня. Потому что я тут ещё военный. Типа, на... Ещё на службе. Тут они на карьере, знаете. Типа, нету зарплат от карьера. На... Как назвать это? Ну, призывного, как, блин. Ну, вы помнили. Ладно, подождём с этим. Ну, что, сколько мне ещё осталось служить? 2 месяца. 2 месяца до ноября, ребят. Типа, я в конце октября. Меня отпускают там на... 2-3 недели. Отдохну и дома. Потом приезжаю на базу. Должен... Уничтожить свои документы. Ну, это, как, блин, зелёный... Документ этот, который солдат несёт с собой. Если куда-то заходит, он показывает его. Типа, ого, солдат, блях. Ну, вот это, типа. Это все солдаты делают. Типа, фотографии делают. Всё, я закончил. Вот такие пирожки. Ну, вот и всё пока что. Ну, посмотрим уже завтра, что будет. И насчёт стрима тоже посмотрю. Можете, кстати, те, кто переезжают на Твиче с Ютуба. У меня в Ютубе информация есть. Ссылка на моего аккаунта на Твиче. Подписываемся там. Отправляем мне в личное сообщение там. Откуда вы? Что вы пришли отсюда, я имею в виду. И если не получится там начать стрим через компьютер, что-то обновление, что-то не то, то я вам в личку тоже отвечу, там, если будет стрим. Если будет стрим, я вам уже не отвечу. Я сразу там начну, и вы сами получите там сообщение, что стрим начался. А если стрима не будет, то я вам напишу. Всё, ребятушки. Спасибо, что смотрели. Спасибо за подписки ваши, за комментарии ваши, за лайки ваши, за вашу помощь. Продолжаем помочь. В следующем видео будет тоже так. Новички, которые только сейчас начинают играть в эту игру, зайдут ко мне, ну, если зайдут ко мне в этом видео, в следующем видео, то всё, что вы сейчас говорите, тут помогаете, в этом комментарии внизу, то я буду сказать в следующем видео, что вы тут, ну, делай это лучше, это самое лучшее, это так, это так. И я буду сказать это в следующем видео. И новички уже сами будут знать, что как лучше, чем заниматься. Вот насчёт аккаунтов, например. Хочешь быть хорошим воином, сразу сделай себе где-то два аккаунта. Аккаунт это не проблема. Я бы вам показывал, но там, к сожалению, показывают почему-то e-mail сразу. И я не понимаю, почему показывают, когда нажимаешь на вот сюда, и потом аккаунт нажимаешь, то там все e-mail показывают. А нафига ты это показываешь, блин? Потому что это, ну, есть такие читеры, которые легко могут тебя ломать и e-mail, и это. Ну, короче, это легко делается. Нажимаешь там на начать новую игру, дойдёшь до пятый уровень, на пятый уровень нажимаешь опять на свой вот сюда, открываешь, потом тебя будут спросить там связать свой аккаунт, чтобы было безопасно и так далее. Нажимаешь связать свой аккаунт, и потом пишешь там свой e-mail, заходишь на твоего e-mail, подтверждаешь, что это ты, и потом возвращаешься в игре, и потом у тебя просто сохранилось этот аккаунт. У тебя будет там твой этот аккаунт, и внизу, ниже будет ещё один аккаунт, который ты только что создал. И ты можешь создать 13-14 аккаунтов. Я не помню, сколько там... У тебя, короче, внизу там будет написано, когда будешь выбирать, в каком аккаунте зайти, то сам поймёшь. Ладно, ребятушки, спасибо, что смотрели, и увидимся завтра в следующем видео, и всё. Всем пока.